Тот факт, что будильник не был услышан, уже изменил тысячи судеб, причем в худшую сторону. Но каждый достойный боец обязательно слышит и поднимается по своему будильнику. Ведь дисциплина – это фундамент любого профессионала, причем не только в спорте, но и в любом деле. Приветствую вас, кристальные капли на бокале пива. С вами Федорович. А в этом видео мы насладимся моментами, когда боксеры демонстрировали невероятное IQ в ринге. Возможно, некоторые из вас скажут, что за хрень, какой IQ может быть в мордобое. В бою главная сила, скорость и выносливость. И будет совершенно прав. Лишь за одним маленьким исключением, чтобы это все сработало, нужно иметь холодный ум, план на бой и четкое понимание происходящего, чтобы принимать правильные решения в нужный момент. Вот это и есть бойцовский IQ. Хорошо там, где нас нет, именно потому, что нас там нет. А там, где был Насим Хамет, всегда было хорошо. Особенно в ринге. Что правда, хорошо было только ему и фанам, которые на него смотрели. Ну а соперникам было плохо. Очень плохо. Легендарный боксер середины 90-х, который ворвался в мир бокса наглым выскочкой, который не следил ни за словами, ни за действиями. Его ненавидели соперники, да чего уж там скрывать, как и множество любителей бокса, которые считали такое поведение недостойным профессионального боксера. Но, как говорится, главное не перейти улицу на тот свет. А для боксера, главное держать победы, пока дерешься. Тогда все простят и забудут. Пока не проиграешь. Несмотря на свой гонор, хвастовство и показуху, принц Насим Хамет был действительно великим боксером, который обладал ошеломительной скоростью и силой удара, что позволяло ему нокаутировать оппонентов в первых раундах, несмотря на вес кузнечика. Но все эти качества он отлично использовал, именно благодаря своему бойцовскому IQ, который позволял ему издеваться над оппонентом в ринге и отправлять его в нокаут одновременно. Ты не научишься кататься на коньках, если боишься упасть. А ведь лёд жизни ещё более скользкий. Что уж говорить про бойцов, которым не станешь, если боишься получать удар. Кто точно этого не боялся, так это Хуан Мануэль Маркес. Один из лучших контрпанчеров в истории бокса. Действуя, казалось бы, таким простым и прямолинейным способом, он перебивал и сметал своих оппонентов с ринга. Такая работа в четырёх углах требует не только сумасшедшей выносливости и скорости, но и немалой соображалки, чтобы чётко провалить удары соперника и вернуть ему должок в цель. Конечно же мы вспомним один из самых драматических поединков в истории бокса между Маркесом и Пакьяо, а точнее их четвёртую встречу. Возможно, кто-то из вас скажет, что Хуану просто повезло. Но я скажу, что случайных везений не бывает. А для того, чтобы нанести и попасть такой удар навстречу, нужны годы тренировок и хладнокровный расчёт в горячей схватке, что и выделяет бойцовский IQ. Не нужно трясти зелёную яблоню. Когда яблоко созреет, оно упадёт само. Также не нужно торопиться в бою. Когда придёт время, соперник раскроется сам. Но для великого Шугар-Рэя это всегда было проблемой. Ведь он не хотел медлить и всегда работал так, чтобы побыстрее закончить бой. Его называли лучшим многоударником в истории. Он просто обожал взрываться сериями по 20-30 ударов. Конечно, они были не нокаутирующими, но общее число ударов заставляло соперников раструсить все мозги по канвасу и безвольно падать. Свою гениальность Шугар-Рэй проявил в бою против Хаглера, очень крепкого и мощного бойца, на которого многие готовы были поставить свои кровные медяки. Но Рэй выбрал очень интересную тактику на бой. Как он сам рассказывал после боя, всё было до гениального просто. Целый раунд он работал в движении защите, не давая по себе попадать. А когда оставалось 20 секунд до конца раунда, демонстрировал свои мега-комбинации, не давая Хаглеру ни малейшего шанса ответить по количеству ударов. Таким образом, этот хитрый колорадский жук постоянно выигрывал на судейских записках по количеству ударов, ведь он не пропускал в течение раунда и насыпал по 50 ударов в конце. Но, конечно, чтобы такое исполнить, нужно быть таким же гениальным, как Шугар Рэй. Вот вам вопрос. Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, он удвоил наказание или отменил? Вот такие же вопросы остаются в умах многих начинающих боксеров, которые хотят улучшить свои показатели. Афирмации, гипноз, самовнушение, медитации. Может ли это все реально помочь в бою? Или это лишь жалкое дополнение к ежедневным изнурительным тренировкам? В середине 90-х, когда средний вес был переполнен высококлассными бойцами, в него ворвался ирландский рыжий викинг Стив Коллинз. Причем здесь этот боксер к предыдущим вопросам? Да при том, что мужик на каждой конференции говорил, а перед каждым боем демонстрировал свою приверженность к самогипнозу и афирмациям. Стив утверждал, что это делает его удар сильнее, а его самого более уверенным и спокойным. В 1995 году Коллинзу предстоял один из самых важных поединков в его жизни за пояс WBO против всем вам известного мощнолапого и бьющего Криса Юбенко. Перед боем прямо на ринге Стив Коллинз сидел в отключке с наушниками в ушах, пока его не разбудили секунданты. Он медитировал и заряжался на бой. И результат боя сказал о том, что это не пустая трата времени, а реально часть подготовки Стива, о чем он и рассказал, ответив на вопрос анонсера после боя. Продолжение следует... Вот вам еще одна фишка, как повысить бойцовский IQ. Ведь работящая пчела может извлечь пользу с каждого цветочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вы повышаете свой IQ. Шахматы, задачки или размышления о том, как максимально быстро добраться до пивнухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok